Без оценочного, здесь все было уже высказано, я по патологии душеизвестного не пройдусь. И он и общался в последний месяц, общался довольно плотно, ежедневно. Он вошел в Международный совет объединения русских и в течение месяца был избран секретарет в Афрацию от нас, националистов, для организации и созыва мероприятий Гражданского совета от Афрации националистов. То есть это довольно ключевая, важная координирующая функция. Также он выступил инициатором вместе с нами о проведении акции 1 мая, которая по своей сути должна была начать новую волну протеста от нас, националистов. Это была его инициатива еще одного камрада, буду называть его фамилию, а то его завтра тоже кого-то убьет. И общаясь по этому поводу, я написал, сначала мне Даниил сказал, что на него оказывается давление сотрудниками Центра Бавлоги с экстремизмом. Ему предложили сотрудничество, он их жестко послал, на что я ему посоветовал посылать их в более мягкой форме, что нельзя так совсем, что лоб там и биться на три буквы, ему просто скажи, что ты занят и не можешь. Ну мы посмеялись на эту тему. Я написал бумагу по поводу того, что предложил ее Гражданскому совету принять, что в случае, если будет оказываться уголовное политическое преследование членом Гражданского совета, чтобы весь Гражданский совет, не считаясь политическими, своими мнениями вступал за членов Гражданского совета, заступался, используя все свои ресурсы, как привлечения СМИ, так и людей, и организации, сайты свои информационные, ну и так далее. А Даниил эту идею озвучил в Гражданском совете, она была принята, и буквально после этого он мне пишет, эту переписку я могу опубликовать, то есть полностью там ничего секретного нету, я ее могу, если надо будет, объявить в органы, где он пишет, что вот опять он общался с сотрудниками, на него было опять оказывалось давление, и он предложил мне собрать пресс-конференцию, где мы с ним вдвоем могли бы эти факты озвучить. Он сказал, что сейчас он предлагает подождать несколько дней, потому как есть еще один человек, которого он хочет привлечь к этому, на это дело, чтобы мы втроем были, потому что на него непосредственно тоже оказывается давление. В отношении меня сейчас это дело возбуждено, он говорит, что в отношении его, правда он не знал, что это убийство, мне он написал, что ему якобы угрожают нанесением тяжких телесных повреждений, он мне написал, что вот хотят повесить, что это повлекло смерть якобы кого-то. Вот, и он говорит, что я обратился к этому человеку, но он отказался пока, как бы, участок в этой пресс-конференции, он просит несколько дней, чтобы он его смог убедить. Если он его не убедит, то мы с тобой вдвоем, дескать, выйдем и заявим о фактах давления, о фактах того, что Центр противодействия экстремизма давно подменил с собой свои функции, занимается политическим давлением и преследованием. Вот, и, собственно, после этой переписки на следующий день его задерживают. То есть там часть, небольшая часть, по-моему, где-то даже публиковалась, да, на форуме, по-моему, вот этой переписки, но это небольшая часть, я, в принципе, там ничего, нет, я посмотрел, я могу ее полностью, без сокращений, целиком, впоследствии выложить, как она есть, она довольно длинная, то есть, вот, это самое. То есть мы уже все, кто занимается, ну, политикой, да, хотя политика у нас, понимаете, да, в кавычках уличная у националистов, особенно в национальном поле с давлением и фальсификацией сталкивается, ну, постоянно. Любой человек, который активно принимает участие в акциях протеста и имеет отношение к созданию любой националистической организации или любого движения, уже по определению попадает в разработку и по-прецел сотрудников по противодействию экстремизма. То есть, начиная от попытки задушевных бесед, это, как правило, первый идет, первый этап работы, и заканчивая откровенными угрозами, фальсификацией уголовных дел, лжесвидетельствованиями, когда мы знаем, что малолетних свидетелей различных привлекают, якобы, которые видели, что вы там что-то сделали, а впоследствии даже не являются на суд, пишут заявление, что они боятся за свою жизнь, поэтому в влочных ставках и в судах принимать участие не хотят. То есть, мы с этим уже сталкивались, что фактически вот всеми этими методами прославился Центр по главе с экстремизмом, и можно называть даже конкретные фамилии этих сотрудников, которые участвовали в запрете всех ныне действующих организаций, Славянского союза, ДПНИ, РОНСА и многих других. Было видно, что не вырезгуют они никакими методами. Собственно, наверное, все, да, по факту малолетних национальных.